Всем здравствуйте, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы разбираем время, как правильно говорить время на английском языке. Это вторая часть, второй юнит, второй раздел данной книги и здесь прямо написано, что нам сначала нужно сделать первый юнит, потому что там мы изучали цифры. 5, 7, 13, 25, 1,000, 300 и так далее. Здесь у нас идут уже более, скажем так, сложные конструкции и название сегодняшней темы I can tell the time. Я могу сказать время. Сразу нужно обратить внимание на вот эти два ключевых вопроса. Переводятся они как, какое сейчас время, которое сейчас час, скажите время, пожалуйста, и так далее. Произносятся они следующим образом. What's the time? What's the time? What is the time? Можно еще добавить right now. Right now, как сейчас. What's the time right now? What's the time right now? Также можно сказать попроще. What time is it? Какое сейчас есть время? What time is it? Какое сейчас время? Сколько времени и так далее? Как вам удобно? Вот эти два вопроса. Можете, в принципе, ничего другого не придумывать, запомнить их, и этого будет достаточно, чтобы узнать время, когда вы находитесь в англоязычной стране или там, где говорят по-английски. И вот нам даются здесь примеры того, как можно ответить, который сейчас час. It's four o'clock. Сейчас четыре часа. It's quarter past four. It's four fifteen. Четверть после четырех, четыре пятнадцать. Сразу хочу обратить ваше внимание на то, что нет такого понятия, как это правильно, так правильно говорить время, а так неправильно. Можно сказать и четверть после четырех, также можно просто сказать четыре пятнадцать. It's half past four, it's four thirty. Половина после четырех, четыре тридцать. It's quarter to five, it's four forty-five. Четверть до пяти, или же четыре сорок пять. It's five past six. Five past six. Пять минут после шести, но в принципе можно было бы сказать. It's six o'clock right now. Six o'clock это шесть ноль пять. Так тоже в принципе можно сказать. Просто говорите цифрами. Часы, а потом минуты. It's twenty past six, it's six twenty. Двадцать минут после шести, шесть двадцать. It's twenty to seven, it's six forty. Двадцать минут до семи, шесть сорок. It's three minutes to seven, it's six fifty seven. Три минуты до семи, или шесть пятьдесят семь. Либо так, либо по-другому. Как вам удобно. Так, вот здесь у нас первое правило сегодняшнего дня. Use minutes with two in past when the number of minutes is not five, ten, fifteen, twenty, or twenty-five. For example, three minutes past six. Not three past six. То есть суть очень проста. Когда у вас количество минут не является пять, десять, пятнадцать, двадцать, или двадцать пять, к примеру, три минуты, или семнадцать минут, скажем, или сорок семь, тогда нужно именно произносить слово минуты. То есть нельзя просто сказать fifteen past four. Пятнадцать после четырех. То есть четыре пятнадцать. Нужно именно говорить, когда не пятнадцать минут, а допустим, ну скажем, семь минут. Тогда нужно говорить seven minutes past six. То есть это будет как семь минут после шести. А не просто seven past six. Вот правило именно такое. Хотя если вы скажете просто seven past six, or thirty-seven, for example, twenty-seven, two, eleven, то вас в принципе поймут. А можно вообще просто сказать, к примеру, двенадцать, двенадцать сорок четыре. Это будет просто twelve forty-four, но проще тогда уже сказать пятнадцать минут до часу, что будет либо fifteen to one, or quarter to one, or you can just say twelve forty-five. That's still fine. Write the times in words. Вот наше первое упражнение. Здесь нам понадобится карандаш. Write the times in words. All right, cool. So, three-ten. Then, nine-fifteen, or a quarter past nine? A quarter past nine. Ten-twenty-five, or twenty-five past ten? How about if I just write ten? Twenty-five. Okay? Three-thirty-five. Это двадцать пять до четырех. Соответственно, я напишу twenty-five to four. Next. Eleven-forty-five. Это четверть до двенадцати. То есть, это quarter to twelve. Okay. Quarter to twelve. Three-forty-five. Quarter to four. So, quarter to four. Seven-twenty. Twenty past seven. So, twenty past seven. Two-thirty. Half past two. Половина после двух. Half past two. Perfect. И последнее восьмое. Four-forty or twenty-two. Five. Twenty-two. Five. Все. Первое упражнение закончили. Еще раз давайте быстренько скажу. Три часа десять минут. Three-ten or ten past three. Девять-пятнадцать. Quarter past nine. Or nine-fifteen. Десять-двадцать пять. Тен-twenty-five. Or twenty-five past ten. Три-тридцать пять. Три-thirty-five. Or twenty-five minutes. Two-four. Eleven-forty-five. Одиннадцать сорок-пять. Будет eleven-forty-five. Or quarter to twelve. Три-сорок-пять. Три-fourty-five or quarter to four. Семь-двадцать. Семь-twenty or twenty past seven. Два-тридцать. Half past two. Or two-thirty. Четыре-сорок. Будет либо four hours and forty minutes. Or twenty minutes to five. Вот, в принципе, и все. Идем к упражнению номер два. Write the times and words. Use past and to. Ну, понятно. Семь-пятнадцати, это пятнадцать после семи. So, we write fifteen. Past seven. Потому что задача наша использовать либо past, что означает после, либо to, что означает до. Девять-тридцать – это половина после девяти. В английском говорится именно так. Excuse me. Половина – это тридцать. Девять – это nine. Соответственно, мы говорим, что это half past nine. Одиннадцать тридцать пять – это двадцать пять до двенадцати. Соответственно, мы пишем twenty-five, two, twelve. Почему до двенадцати? Потому что у нас перешагнула минутная стрелка половину тридцать. Все, что до тридцати, говорим past. Все, что после тридцати, говорим to. То есть, если у нас минутная стрелка показывает тридцать две минуты, это двадцать восемь минут до следующего часа. Вот как в четвертом примере. Осталось десять минут до четырех. Мы так и говорим. Пятьдесят – оно же после тридцати. Соответственно, мы говорим десять до четырех. Ten to four. Восемь двадцать пять. Двадцать пять – это до половины. Соответственно, мы говорим двадцать пять после восьми. Twenty-five past eight. Час ноль три. Три минуты после одного. Three past one. Два сорок пять за половиной. Соответственно, пятнадцать до трех. Fifteen – two, three. Четыре семнадцать до половины. Соответственно, семнадцать после четырех. Seventeen past four. Вот, в принципе, и все. Что вам нужно запомнить? Вот я сейчас в середине нарисую циферблат и нарисую вам часики. Здесь идет двенадцать, здесь идет три, здесь идет шесть, здесь идет девять. Делим циферблат напополам и смотрим, где у нас минутная стрелка. Если минутная стрелка у нас идет, падает на правую половину, значит, это past. Также включительно 30. То есть, ровно когда минутная стрелка показывает на, указывает на цифру шесть. Это все еще past. Все, что после тридцати. Тридцать одна минута, тридцать две, тридцать три. К примеру, нарисуем минутную стрелку вот так. Это у нас будет примерно, ну, скажем, десять. Вот что-то вот, наверное, так это будет пятьдесят пять минут. Это примерно вот так. То есть, у нас здесь получается где-то примерно пятьдесят две минуты. Пятьдесят две минуты – это восемь минут до следующего часа. Соответственно, мы будем говорить two. К примеру, у нас стрелка часовая показывает почти на один. Вот, скажем, где-то здесь. А минутная стрелка показывает на 52. Соответственно, у нас 8 минут до часа. Это будет eight minutes to one. Вот, в принципе, и все. Так, теперь смотрим на следующее выражение. Так, сейчас мы это удалим. Оно нам не пригодится. Уберем карандаш и пойдем вверх. Итак, смотрим. Giving more information. 9 a.m. 9 o'clock in the morning. То есть, a.m. означает утро. 12 p.m. midday. P.m. это уже все, что... Это 12 часов дня включительно и все, что до 12 ночи. 5 p.m. 5 o'clock in the afternoon. Это еще не вечер, но уже почти вечер. 7 p.m. 7 o'clock in the evening. П.m. это уже идет вечернее, дневное вечернее время. Поэтому здесь можно просто сказать, что 7 часов вечера. 7 o'clock in the evening. 7.57. Nearly almost 8 o'clock. Почти 8 часов. 8.02. Just after 8. Excuse me. 11.30 p.m. 11.30 at night. То есть, 11.30 ночи. 12 a.m. midnight. Midnight означает полночь. Midday. Это означает полдень. Midnight. Полночь. Same or different. Одинаковая или отличающаяся фраза. То есть, то же самое или не то же самое. Так, посмотрим. Сейчас заберем, как всегда, наш самый любимый карандаш и будем отмечать. Итак. 8.45 p.m. 8.45 in the evening. As. Same. То же самое. Уже за нас отметили. Второй пример. 3 p.m. Nearly 3. Different. 3 p.m. это не почти 3. Это и есть 3. То есть, почти 3 и 3 это разные вещи. 12 at night. Midnight. Yes, of course. It's the same. День. Пишу буковку S. 4 a.m. for in the afternoon. Нет. 4 a.m. это ночь. А здесь в правой колонке говорится, что это 4 часа дня. Нет. Это different. Пишем буковку D. 6.32. Nearly 6.30. Да. It's the same. Почти 6.30. Потому что 32 это почти 30. 11.45 p.m. 11.45 night. Неправда. Oh, no, 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 no. Sorry, sorry, sorry. Это как раз таки правда. 11.45 p.m. это вечер. 11.45 at night. Можно и так сказать. Ночь. 1.45 ночи в английском языке. Поэтому это будет same. 8.43. Nearly quarter to nine. Nearly quarter to nine. 8.43 это почти что четверть до девяти. Да. Почти что четверть до девяти. Совершенно верно. 2.17. Quarter past two. Четверть после двух. 2.17. No. It's different. Если бы было nearly quarter past two. Тогда бы я согласился с ними. А здесь в данном случае не могу. Потому что здесь точные определения дают. Как слева, так и справа. То есть 2.17 это не то же самое, что и 2.15. А около 2.15 и 2.17, да, это то же самое. 12.03 p.m. just after midday. Just after midday. Чуть-чуть после полудня. То есть вот совсем прям близко. Только что было 12 часов дня. И там вот несколько минут после. Значит это то же самое. 3.00 a.m. 3.00. It's 3.00. Да, это то же самое. It's the same. Вот в принципе так это упражнение сделали. И идем дальше. Упражнение номер пять. About your country. Write your answers or ask another student. Запишите свои ответы или спросите другого студента. Но в данном случае я буду спрашивать вас. И мы с вами вместе сейчас ответим. When do banks open in your country? When do banks open in your country? Когда банки открываются в вашей стране? Давайте напишем, когда они открываются. Ну, наверное, в девять утра. Ну, чтобы не ошибиться. Давайте напишем. Давайте вот так полностью фразы. Уже будем потихоньку учить предлоги. И напишем полностью. Закрываются ли они в полдень? Думаю, что нет. So, no. They don't. Нет, они не закрываются. What time do shops close? Ну, сколько закрываются магазины? Ну, в нашей стране это по-разному. Да, мне кажется, в любой стране по-разному. За исключением там стран Европы, наверное, или каких-то государств нам не совсем известных. А во всем развитом мире по-разному. Поэтому what time do shops close? В Казахстане то же самое. Наверное, в среднем, если взять, то, ну, допустим, девять часов вечера. Допустим, давайте восемь напишем. What time do shops close? At eight o'clock. What time do bars open? В какое время открываются бары? Честно, не знаю. Но предположу, что в десять вечера. So, at ten p.m. Вечернее время. P.m. What time do they close? Предположу. At five a.m. A.m. это утро в пять утра. When do post offices open and close? Предположу, что почта открывается at nine a.m. And closes at, for example, six p.m. С девяти утра до шести вечера. В принципе, все. Вот наша тема. Тема времени на сегодня. Что мы сегодня узнали? А узнали следующее. Что всегда можно сказать очень просто. Берете, говорите, какой, который сейчас час. И потом сколько минут. И все. Но для этого надо знать очень простое. Цифры. Как они произносятся на английском языке. Если у меня на часах показывают 10.27. Чтобы мне не считать там до, после. Хотя это тоже очень просто. Я просто скажу 10.27. Если я хочу узнать время. Я спрашиваю. What time is it now? Или what's the time? Мне отвечают. It's half past three. Half past three. Половина после трех. Три тридцать. То же самое. Также очень легко. Очень легко запомнить. A.m. А.m. Это все время с 12 ночи, включая, с полночи, до 11.59 утра. Это время А.m. С 12 дня, то есть с полудня включительно, по 11.59. Или в данном случае 23.59, включительно, по 23.59 включительно, это все время P.m. Если общими словами, фразами говорить. Раннее утро, ночь, это A.m. Обеденное время и весь вечер, это P.m. Вот, в принципе, и все. Если у вас есть какие-то вопросы, у вас есть какие-то пожелания, или вам что-то непонятно, вы можете всегда спросить меня в комментариях. Я вам всегда буду рад ответить. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, сегодняшний урок был вам полезен. До свидания.